Меня зовут Арина, и перед просмотром этого видео я хочу сказать, что моя жизнь всегда бывает интересной и насыщенной. Приятного просмотра! Всем доброе утро, сегодня пятница, время 15.03, ладно. Я сейчас зашла в Виллберрис, купила косметику от ArtFact, она очень дешевая, прям вот какая-то баночку я тоже купила за 250 рублей. Вот что я взяла, вот это мягкая очищающая пенка для лица, потом вот такую вот баночку, это сыворотка для лица с цинком и пацианином, ладно. Ну, дальше я взяла вот такой вот крем для проблемной кожи лица и точечного действия в борьбе с акне и воспалениями. И последнее, что я хотела протестить, но на самом деле я взяла это самым первым, это угольная маска для лица, мне девочка прям посоветовала-посоветовала, я не знаю, что там супер-таково, даже говорю, повторюсь, все это стоит очень дешево, я это все заказала вместе за 1300 рублей. Также хочется сказать заранее о том, что даже если эти средства подойдут мне, уберут прыщи из моего лица, это не значит, что они подойдут идеально также вам, поэтому подбирать косметику нужно все-таки индивидуально. Ну что, будем пробовать, вон там вот лежит Евина косметика, которая она тоже на обзор на Виллберрис и на Ютубе, я потом оставлю ссылку на видео, там снизу, если хотите посмотреть. В общем, последний раз я ела физалис-физалис, я не знаю, эти ягоды, когда была в детском садике, сейчас я их попробовала, сейчас еще раз попробую. Че-то прям говно, они, конечно, соли не прям дорого, у меня все руки липкие, я не знаю, на что это похоже, но прям невкусно, как будто недоспелый мандарин. Возможно, они не должны быть такими, и они были вкуснее в детстве, но, по крайней мере, мне так казалось, прям не очень, я больше это не куплю. Смотрите, че за пиздец мне положили, я съел ее ягоду, а я думаю, че-то не очень, а вот че, кайф, я съела уже штучки четыре. Я очень редко плачу, но этот день меня выявил, потому что с самого утра нам отказали в услуге, хотя мы очень сильно ее и рассчитывали, затем я не сдала тест, единственный из группы по достаточно важному предмету, и в конце дня закрылся с дек в 7 часов вечера, хотя обычно он закрывается в 9. Смотрим Magic Five, и этот человек, кажется, расстался со своей девушкой, точнее она его бросила, ничего я не поняла, ну и с кем-то изменила. Что за свет, блядь? Я сейчас себе сделала айс кофе, не очень, кстати, на вкус, и взяла такую колбасу нарезанную сыра и сделала бутерброд. Кайф, нет? Я думаю, да. Это мой соевый соус. Я сливки вот эти добавила 10% на эти три штучки. Не жирно ли? Если вы думаете, что это, то это две коробки, в которых было полное, ну не прям много жуков, ну, блядь, знаете, от чего все это отходило? Это уже там лежит. Личинки, личинки. Вот здесь у нас лежала коробка, я думала, это ксюшные туфли. Знаете, что это было в итоге? Это были в итоге яйца, которые передала бабушка Кирилла, они тут лежали, я думала, чем так воняет, я в шоке, что они так сильно воняло, просто немножко иногда какой-то запах, я думала, из окна. Пока мы ехали, яйца разбились и стояли там разбитые, там, ну там вообще, короче. Я так испугалась, там были какие-то личинки, я в шоке, вот в этой, ну, вот в этой коробке было их очень мало, но они были, блядь, это пиздец. Все это складирование, если бы на балконе не было хлама кое-чего. Ксюшиного, не моего. И к твоему, и ксюшиного, то мы бы сразу заметили это, и дихлофосом бы прошлись, а только мы только сейчас, в такой ситуации. Если бы твоя бабушка нам яйца не передавала, то бы мы тоже ничего не увидели. Если бы мы ели яйца нормально, то было бы все кул. Ладно. Зрелище не для слабонервных, кто хочет видеть, что было на балконе, показываю. Оказывается, это были личинки мух, вот фотографии их, короче, трэш. Все, нахуй, настало ваше время. Дети, как вы тут. Все, я закрыла все окна. Пока. Так, я решила проверить пару средств. Первое, это будет такая пенка, потом я нанесу сыворотку для лица, а потом крем. Вроде последовательность правильная, тут на упаковках так написано. А угольную маску я сейчас использовать не буду, ее нужно носить один-два раза в неделю. Смена кадра такая произошла, потом я нанесу сыворотку. Вот так она выглядит. Блин, у меня все руки грязные, какие они с ним на лицо. По-моему, ее с новым. Надеюсь, завтра мне не выцепит еще сильнее. Потом здесь написано, что через 15 минут можно нанести крем. Крем у меня имеется. Прошло немного времени, еще хочу сказать, прям липковато. Тут еще какое-то красное пятно, но у меня до этого оно еще было. Прям липко. Ну, не прям, прям липко, но если по пятибалльной шкале, на два, нет, на один липко, на два липко. Ладно, использую вот этот крем. Вот так он выглядит. Тоже крема нанесу прям немного, потому что, возможно, он тоже будет липковат. Пахнет. Да ничего вроде не пахнет, но немножко, немножко средством от коваров. Ладно, сейчас он впитается, посмотрим. Выглядит уже, конечно, как глобус. Смотрите, как светло уже в 4 утра. На моем балконе особенно. Дикло фосом. Что хочу сказать. Спустя время, мое лицо вообще сейчас не липкое. Стою вопрос нанести крем. Я пока спать. Сегодня суббота я купила мороженое бонпари. Вот такое вот фруктовое лёдкости вовремя. Я же не болею вообще. Оно казалось достаточно вкусным. Прям вообще кайф. А ещё я сегодня использовала опять эту сыворотку, маску. Я нанесла поменьше сыворотки, и лицо вообще было нелипким. Так что пока что всё нормально. Даже я чувствую, что ему хорошо. Вот мои волосы плохо. Я ем второе мороженое. Всё моему горлу, конечно. Я вообще слышала, что это миф, что нельзя есть мороженое. Просто так чуть-чуть. Я не знаю. Я буду думать так, потому что... Ну, чтобы есть его без озарения совести. Свет здесь не очень. Я работаю на отебись, как и все здесь. В общем, по поводу этой сыворотки. У меня камера сползает. Она работает на отебись, как и все здесь. Ладно, будет такой урок. В общем, я всегда сказала, что эта сыворотка делает моё лицо более липким. Но стоило нанести её чуть-чуть поменьше, и всё отлично. Типа, вот вообще нелипкое лицо было утром, когда я умылась с пенкой. Нанесла эту сыворотку. Моё лицо сначала немножечко покраснело, потом всё прошло. Я намазала кремом, и вообще кайф. Я брела ещё такой фарш для того, чтобы сделать маваронные плоски. Потом перцы, маслины, ветчину, ананасы и сыр для того, чтобы сделать салат из таких продуктов. Себе я ещё купила такой сырок. Он, кстати, очень дешёвый в самокате. И брауни. Сейчас 4 утра во время монтажа видео. Я хочу вас предупредить. Не покупайте этот брауни. Я его надкусила, и всё. Он у меня лежит уже вот с того дня, как я его купила. Ну, а хлеб, вот этот хлеб я всегда беру, потому что он достаточно вкусный. Не такой, помните, как американский. Ну, такой в синенькой упаковочке. В КБ ещё очень часто по скидке продаётся. Вот. Он более нехимозный. Как будто обычный, просто более мягкий. Первое, что я делаю, это готовлю макароны, потому что это моя самая нелюбимая часть. Вот прям их ненавижу. И потому что нужно стоять, ждать, чтобы они там не приварились. А фарш и вот эту вот всё приправу, как-то соус. Можно готовить с любовью. И так очень долго что-нибудь добавлять постоянно. На самом деле мне так что-то лень готовить. Но я просто у Кирилла спросила, ты хочешь, чтобы я что-нибудь приготовила? Он такой, да. Я такая, бе-е-е. Пока варятся макароны, я приготовлю салат. О, блядь, уже откуда-то. Раньше в этом салате Кирилла вообще ненавидела на нас. Но потом он как-то пристрастился. И он очень их любит теперь. Вот больше всего я ненавижу их резать. Прям глине. И вот это не люблю. Да вообще я всё ненавижу резать. Обычно я что-то включаю на фоне, когда режу, там готовлю, ем, ну ради вас. Я это снимаю на свой телефон. Затем я беру ветчину. Дальше открою маслины. Макароны я сварила, пока положила их сюда. Сейчас буду готовить фарш. А сначала положу лук, который у меня уже нарезан. В морозилке всегда храню. Его тут многовато. Я люблю его, в принципе, не просто так лень его разрезать сейчас. Потом я добавлю немножко морковки, соль, перец. Ставлю пока тушится лук. Ну что, вот такой салат у меня получился. Сейчас я его перемешаю. Сначала заправлю, потом перемешаю. Сейчас покажу мой самый любимый способ перемешивания вот этого всего. Заправлю салатик. Посыпьте солью. Закрой крышкой. И вот так делаю. Это, кстати, очень удобный способ для каких-то маленьких мисочек, когда прям впритык всё добивается. Я просто накрываю чем-то и вот так мешаю. И тададааа! Смотрите, что получилось. Правда, крышки не могу сказать. Бля, я забыл ананасы! Ну, кстати, всё, уже разошёлся прям. Сейчас буду добавлять морковь сюда. Вот такой вот комочек. Наверное, его тоже целыми с суком прям кинуть. Я не знаю, кто пьёт. Бл***ь. Сейчас я стала ещё сильнее ненавидеть на нас высок. Всё, теперь ещё раз размешаем. Вот что у нас получилось. Видите, как хорошо майонез размешался? Что ж, как будто его не хватает. Тем временем я добавляю сюда фарш. Новый айфон. Всё я сделала. Я настолько устала, что даже есть ничего не буду. Так, я не показала, что мы ели. Мы ели ещё с ней вишню. Я ещё с мамой пришла. С мамой принесли вишню. И мама мне ещё купила ещё покоручку. Вот такие вот тапки. Потому что у меня дома не было тапок. Она мне купила домашние тапочки. Я умылась, не обращая внимания. Мне сейчас видишь, сейчас я попробую эту вот маску угольную. Вот как она выглядит. Её нужно нанести на очищенную кожу. Нанести равномерным слоем и оставить на 10-15 минут. Тут всё закрыто. Одеяло кайфует. Ему тоже надо очиститься, но они достаточно белые. Такая прям жиденькая. Чувствуется, что уголь не до конца раздробили. Приятная текстура. Такая, как крем-скраб. Пахнет марципаном, точь-в-точь. Всё, теперь ждём 15 минут. У меня уже, знаете, прям горит лицо. У меня такой человек, который нет. Подожду, а потом смою. У меня тут будет не знаю чё. Хотя оно же прям высохло. Ну да. Прям такое. Эта угольная маска прям не зашла. Всё лицо красное. Доброе утро. Сегодня воскресенье. Я проснулась в 5 вечера. Смотрите на мои щёки. Это я, короче, наношу пенку. Потом думаю, ой, ладно, сейчас я лучше в ванну полностью залезу. В душ. И там смою. Подождала минут 2. И, видимо, нельзя её было так долго держать. Это там полотенце, на котором я сплю. И вот всё произошло. Это уже не проходит. Минут 10. Я себе опять сглёт мороженое. Немножко растаявшее. Но мне пластик. Ещё я заказала в самокате черешни. Цезарь, я не понимаю. Он раньше был в другой упаковке. И побольше его было. Ну всё, как это называется. Санкции. Ладно, теперь будем есть Цезарь в такой упаковке. О, невкусно. Да? Слухо. Но это моё воскресенье закончилось. Я тогда реально ничего не делала. Сегодня понедельник. Я искупалась, умылась. Кстати, вообще сегодня лицо не покраснело от этих двух масок. Пенки и так далее. Но я и так не хочу открывать окно. Мне так жарко. Я включила кондиционер. И выгляжу я как девять. То есть у меня на балконе закрыты окна. И вот тут тоже закрыты окна. Ко мне пришла Ева. Ой, а я тоже сиваю волок. Что ты тут показываешь? Нет, дай заглянуть. Послушаю, что говорит Наталья Red. Red Autumn. Об этом бренде. Сейчас ещё мне пришла еда из самоката. Я заказала батончик кешью. Очень вкусный, очень его люблю. Черешню. Там была какая-то другая черешня. Но я заказала эту, потому что только она была в наличии. Перец наконец-то. Его кто-то съест. Думала, он пропадёт. А потом творожный сырок с фанилью. И нигири. Никогда не пробовала нигири в самокате. Ой, интересно. А знаете что? Это нигирька. Достаточно вкусная. Жалко, что в самокате нет с тунцом. Я ещё не поливала своим соусом. Но не очень хочу, по-самому. Его тут, кстати, не пожалели. В общем, всё. Мои сестры, выйдём в универ. Мы немного опаздываем на 21 минуту. 25. Я просто не могла найти вещи для сериала. Я так и не нашла чак-чак в чарльчан. Поэтому мы ещё торопимся. Я не буду. Заставила её выкинуть мусор мне мой. Спасибо. Сегодня утром. Тут какой-то ураган. Здесь мы пришли на зачёт. И нас до этого спросили. Делали ли мы какие-то доклады, рефераты? Мы такие, да, да, делали. А потом нас попросили назвать тему. Мы такие, ну, мы не помним. Посыпались, короче, нам поставили по четвёрке. Господи, привет. Ладно. Ксюша приехала. Вот, нам поставили зачёток. Четвёрочку автоматом. Он такой, могу вам поставить только четыре? Мы такие, да. Она нам чел ставил зачёт. Что он за нас спросил? Вы какие-то доклады задавали? Мы такие, да, да. Он говорит, а название можно? Мы такие, ну, ну. А Ева когда спросили, у неё спросили, вы сдавали мне два каких-то доклада? Я такая, да. Он говорит, какие? Она такая, ну, письменные работы тоже. Мы сейчас идём в ресторан. Дружба. Ой, смотрите, какие классные, красивые фонарики. Я думаю, вечером тут намного лучше. Под земель спускаемся. Такие тут памятники. Вау, очень красиво. Ресторанчик разделён на три части. Первое вы увидели в самом начале, не знаю, что там. Потом столики, за которым что-то жарят. И третье там, где мы будем сидеть и готовить суп. Вот мы уже сели тут. Это тоже круто. Посмотрите, что сделано. Ай, как они сделаны. Это реально плита. Да, ты чё, конечно. Такие вот тут морепродукты. Фрукты, продукты. Тут стоит 1900 рублей час. Да? Ну, да. Заодно. Два часа. Два часа? Да. Это вообще нормально. Да. Я попросила... Я у вас. Ты уверена? Я не слышу, что попросила острый. Вот красный. Да, я попросила острый. Я сказала вам не острый. Такая, один острый. Хорошо. Если бы тут не было этих символов, то я бы подумала, что это какая-то... Как называется? Не джель. Я забыла, как называется. Силь. Но очень сильно похожа. В общем, она ко мне подошла. Рассказала. Принесла костюмку. Сказала. Нажимаем на эту кнопочку и выбираем мощность. Это самое сильное. Это среднее. Это маленькое. Дальше. Можем положить себе абсолютно всю старелочек. Соусом на пониже вот там. По праву. Так мы можем брать холодные питки самим. А горячий чай, если заказывать, то ее попросить. Я ходила туда, открывала вот этот холодильник сто тысяч раз. Оказывается, что вот это. Вот это вот нужно наливать. Я дура. Я сейчас положила сюда вот это мясо. Ой, как горячо. Сейчас грибочки еще положу. Кайф. Вот это лучше не пробовать никогда в жизни. Я не знаю, что это. Что это? Да, попробуй. Попробуй. Не хочется. Похоже на наггет. Попробуй, пожалуйста. Нет. Нет, спасибо. У меня тут уже все кипит, а у Евы тут тоже вскипело. У меня очень много грибов добавлено разных. Вот эти я пока еще не осмелилась добавить, потому что не знаю, это грибы или нет. Какая вкусненькая лапшичка. После тебя вся лапша мира. Да. Только она что-то не срывается ей в могиле. У меня тут тарелок уже, как будто я съела здесь все, что было. Да, 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 да. Идем брать приправу. Ложи мне что-то острое. А подскажите острое. Вот это, да? О, там видно, какое оно. Налоришь? Налоришь бы столько. Достаточно это столько. О, краснеет. Обычно этот соус не добавляют в бульон, как сказала Ксюшина-подписчица, а с ним едят вот эти вот морепродукты. Но мне захотелось именно острый бульон. Острить. Мне нравится. Вкусно, скажите честно. Все, мы вышли из того заведения. Мы снимали немножко дараму, поэтому я прервала влог. Сейчас для дарамки тоже нам нужно купить мороженое. Нет, нет. Тут больше килограмма. Сколько? Тут больше килограмма, очень тяжелое. Подругай. Сука, смотри, сука. Посмотри. Ой, ну, наверное... Открой, пожалуйста. Обутоведро. Это все за хуйня. Тут приснила клубнику, я видела. Нормальное тут. Ой, ну положили одну. Одну, две, пять, десять, уже 15. Ну, пахнет очень вкусно. Чего, попробуй? Грязною. Ой, грязною. Как у бабушки, вкусная шалка. Нам еще девчонки такие милые. Скидку мне сделали. Очень плохо, блядь. 50 рублей. 50 рэ. Я говорю, дорого. Ладно, нет. Я ей просто не делаю. Я скажу, блядь, вы что. Я... Ну, давай, ладно. Реально, как у бабушки. Ну, листиков, ладно, можно пустить на недолго. Ладно, мы уже их только объемим, только что. Но я снимаюсь в двух камерах, я не знаю, что мне делать. Я хочу быть, ты, 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 камушек и косишься. Бля, мы поедем домой, типа. Нет. Нет, давайте ночевать. Давайте ночевать. Спадка будет там. Давайте спать, давайте. Сейчас пока едем с Евой ко мне домой, потому что Ксюша пошла встречать Диму. Мы у меня побудем, а потом Ева уедет от меня. Сейчас зашли в этот магазин и говорю, Ев, там есть мороженое. Кстати, смотри, какой спрайт. Мы думаем, что с ним не так, да. Он перестал добавлять краситель в бутылку. Теперь он просто прозрачный. Думал сначала, что он с огурцом. Да, что он с этим какого? Огурцом. С огурцом. С огурцом не очень. Ладно, я купила себе вот такую вот плисочку, мерси. И вот такие зубки. Они стоили всего лишь 170 рублей. Как спрайт. Как спрайт. Попробовала эти штучки. Ну, за 170 рублей нормально. То есть они такие, они прям супер мягкие, не прям супер дешевые. Но в бонфари, насколько я помню, были лучше. А вот я сейчас умываюсь, можу с Юридкой опять свое лицо. И знаете что, мне кажется, он стал намного лучше выглядеть. К сожалению, я не сделала до после, но по ощущениям и по просмотру зеркала за 3 дня кожа лучше. Я никому, конечно, не рекомендую, что-то не советую. Просто говорю о том, что мне вроде как все это подошло. Сегодня вторник. Мы сейчас едем на проверку срочных знаний. Я думала, что нам в 12, но нет, нам в 10-50. Что мы там будем делать, я не знаю. Информатику я тоже не знаю. Короче, мы сейчас с Евой написали тест. Я написала, правда, его где-то за 2 минуты. Ева написала его где-то за 3 минуты. Вот, у нас есть еще час. Мы не знаем, что будем делать. А на этом видео вы можете увидеть, какой проект по-английскому мы сделали. Мини-проект. У меня случайно оказалась в портфеле обложка для моего сериала. И она идеально подошла к этому проекту. Мы сделали это за 5 минут. Ладно, за 10. Сейчас я вышла в туалет. У нас тут Боня. Но реально похоже на Ваня. Деревянные такие штучки. А еще я сейчас вам покажу, какие здесь коридоры. То есть нормально обделаны. И какие здесь кабинеты. Они тут такие не все. О, господи, че у меня. Ну, вот тут, который мы сейчас здесь. Он такой странный. Мы сейчас, точнее, я сейчас еду к Кириллу. Я его вот так вот. Я смотрю на нее сверху вниз. Скажите мне, вина. Приехали мы домой. Сейчас я еще купила 400 грамм черешни. Я не знаю, это правда 400 или нет. Это стоило 250 рублей. Я думаю, что она вкусная, потому что она супер огромная. Прям вот как надо положили. Попробуем. Очень вкусная. То есть, знаете, не такая зеленая, не прям свежая. Она тут не правда такие. Но она тут, наверное, есть. Потому что они не супер мягкие, не супер твердые. Вкусная. А еще мы прикупили вот это. Это, кстати, стоило 200 рублей. Ой, 200. 200. Да, да, да. Это, кстати, стоило 123 рубля. Меня это удивило, потому что эти напитки обычно стоят рублей 50. Добавлены льда. Офигеть. Вообще, индивидуя отличается. Велосоком ее пробовала, вообще не поняла, что это не она. Блин. Я не знаю, я правда не вижу. Отлично. Может, у меня потому что еще ноль забит. Ну, хотя, знаете, здесь кому-то не хватает газов. Я люблю, например, мега-мега газированную. Очень сильно хотела что-то пожевать. Я хотела, чтобы это было супер-мега вредно. Поэтому я хотела морковь, почищенную уже. Затем редиску. Очень люблю редиску. Потом два авокадо. Надеюсь, они нормальные, потому что в крайний раз мне привезли такие с гонельцой. Пищевель или щавель. Я не помню, как правильно. Очень люблю его. Я встала буквально 10 минут назад. Либо щитила зубы. Честно, столько троплюсь. Я подбирала одежду. Прямо первое, что попалось. Сейчас мы находимся в парке, в котором мы бегаем. Четыре круга нас заставили. У нас сейчас последнее. У меня последнее занятие. Её предпоследнее. И нас заставили бегать на время. Четыре круга, блядь. Нас заставило бежать пять кругов вместо четырёх на время, блядь. Ещё и там пересчало что-то. Я ей тоже в пару глазковых сказала. Ну, обычно я так не делаю, но она меня прям выбесила. Спасибо. Вот этого мне точно не хватало. Я на чё не намекаю, но это чё такое? Почему тут загорают, лежат? Фух, мы тут решили забежать немного. А, у нас через восемь минут только, да? Да. Отлично. Воды купили, холодные. Да. Три булочки вкусные? Купили три воды, две булочки по 70 рублей, кстати, дорого. Вон она. А не с кофе или чем? Они какой-то пропиткой непонятной. Очень вкусно. С маком? Да, какие-то такие. Мы сейчас решили вот такую задачу. Вторую мы решили вот так. Вон она огромная. Сейчас ещё зашли в траекторию. Я вот такую фуковолочку и бакула. Блядь, у меня тут всё ещё такая же лежит. Она такая, видите, висит уже. Здесь не очень. Представите, как она у меня дома выглядит ужасно. Всё, мы вышли из траектории. Кирилл купил себе шорты. Зажигалка. Покажи, что зажигалка. Такая зажигалка. Мы сейчас ещё с ним приехали на самокатах. У меня сейчас телефон ещё раз рейдится. Поэтому нам нужно быстрее отсюда уезжать. Смотрите, Арина позер. Я не позер. Просто футболка нужна. Сейчас ещё смотрим Симпсону. А из Додо Питцына привезли. Ну что ж, хуйня? Второй раз заказывал, блядь, привозит не то. Ладно, в прошлый раз крылышки оказались всё-таки вкусными. Но я заказывал обычный молочный коктейль. А мне привезли коктейль из говна. Шоколадный. Мне нравится. Мне дают. Ну, я не люблю такой. Вот я не люблю пробовать что-то новое. Вот эти крылышки. А где тут это? Кто? Картошка фри. Так ты же сказал просто крылышки. Ну, с картошкой фри, понятно. Там четыре крыла всего, картошки фри. Я себе тоже без картошки фри заказал. Ну, ладно. Сейчас, кстати, дописываю курсовой, переделываю, точнее. Ко мне приехала Ксюша, я завтра их защищаю. Ну, курсовую защищаю. Ксюша их нас ест эти мои. Всё, производят эти сладости зарубежные. Сто процентные ежки одни. Да, такое есть. Ужас. Ладно, время хоть. У-у-у! Два часа ночи. Хватит принижать маячки, какие два часа ночи? Всем спать. Два-два. Ну, два часа ночи две минуты. Пока. Я тут пытаюсь печатать курсовую, зачем у меня пока выходит. У меня принтер кайфует. Что с ним не так, я не понимаю. О, вроде нормально пошло всё. Я ещё вот этот шнур сто лет подключала, то есть у меня или сломан, или чего, не понимаю. Ой, не путь на этом, спасибо. Было очень долгое утро, потому что казалось, что у меня неправильно сделают титульный лист, а у меня ещё и принтер вчера сломался, то есть Type-C вот этот вот переходник. Я думала, всё, она сейчас попробовала, всё работало. Я заказала, конечно, себе новый уже. Сейчас иду к трём защищать курсовую. Я когда ехала в метро, у меня был какой-то мандраж, мне было страшно, что я не сдам, но... Дала курсовую свою на 5. У нас такая преподаватель у нас ещё, у неё так часто меняется настроение, я думала, всё, сейчас будет всё плохо, но оказалось, всё хорошо. Сейчас ещё у нас зачёт по методам принятия управленческих решений, вон там такая очередь, и мне её предлагают такие конфеты со вкусом клубники. Я, кстати, очень люблю вот именно жевательные конфеты со вкусом клубники, а так, как это называется, ароматизатор клубники мне не нравится, особенно в йогуртах. Вот это другой ароматизатор. Красивая, кстати, очень красиво формена. И твои ледяные взлевки. Да, я их ненавижу, кстати. Ну, реально ароматизатор клубники такой другой. Я очень устала, мы ещё ходили погулять, конечно же, я сдала все зачёты, курсовую сегодня сдала. Причём я имею в виду, что это очень сильная моя прическа. Мне просто было лень, мы помняты волосы, поэтому... Доброе утро, сегодня пятница, кстати, моя кожа достаточно хорошо улучшилась, посмотрите. Не обрешайте внимания на мои оттеночные пятна, но я прям чувствую, как она увлажняется, и то есть она как будто прям чистая-чистая. Я заказала вишню, ещё заказала вот такую вот воду. Принёс курьера самоката её, моя футболочка, и мы не дали ему чаевые, и он ещё сказал, как он сказал, вот ваша тяжёлая вода. Да, я ещё как-то так не успела, и теперь мне стыдно. Как-нибудь можно вычислить номер этого человека, и скинуть ему деньги, нет? Вот там ещё... О, Липтон. Такие конфеты коровка, очень захотелось попробовать. Вот так они выглядят. Эта коровка не прям вау, знаете, раньше было лучше, как говорится, но на 7 из 10 я её оцениваю. Ещё взяла один из моих самых любимых батончиков, это из орехов. Есть семечки тыквы, очень вкусно. Я сейчас лежу на этой кровати почти 24 часа, и почему-то чувствую себя обязанной что-то сделать. Ещё утром думаю, так, ну сейчас, да, я устала, я ничего не делаю, но вечером я точно сделаю что-то классное. Сниму что-то крутое, схожу куда-то, но по итогу нет. Так, вы сейчас думаете, что за картина? Я готовлю свой любимый десерт. Лимоны. Режу их, достой косточки. Возможно, ещё сахар добавлю, но это не факт, потому что обычно я ем без сахара их. Сейчас ещё пришёл заказ с самокатой, я заказала в очередной раз лёд, который я ем вместо мороженого, вместо фруктового льда, потому что мне все вкусно доедают. Купила себе чипсы лейс. Киндер-сюрприз. Человеком-поуком он должен был быть, но тут бегемоты. Неужели это бегемоты, которые были раньше? Сейчас к ней посмотрим. И шоколадку. Очень люблю, да. Если там будет человек-паук, как говоря, я буду шокирован. Ужасный бегемот. Да, сразу бы выкинуть его. Да и посмотри, фаршмар такой. Изуродовали. Ну, футболный бегемот, так это ещё можно оставить. Сегодня воскресенье, сейчас уже... Суббота. Сегодня суббота. Всё, суббота, да? Я думала, воскресенье, ура, суббота. Где-то 2 часа дня примерно заказала опять этой черешни. Мне кажется, её всё меньше и меньше кладут, нет? Весь этот заказик обошёлся мне в 500 рублей, что ли? 250 грамм, это умножить на 3, будет 750. Так, достаточно дёшево, нет? Почти за килограмм 500 рублей. Короче, я не знаю расценки. У меня сейчас ещё будет реклама. Я нашла колготки, которые я реально ни разу не носила, потому что они серые. Я их покупала на зиму. Они, кстати, уже как-то порвались, блядь. Немножечко. Сейчас было из них делать топик. Сначала я отрежу у них вот эти носики. О, как легко они режут, кстати. Жалко было, но сейчас уже не жалко. Затем я беру и отрезаю вот эту вот штучку треугольную. Затем я беру, тут, кстати, уже похоже на топ, и от горлышка, которое получилось, режу вот тут вот 100 миллионов маленьких линий. Ну что ж, вот что и получилось. Пока выглядит как порованные колготки. Ну, вот что у меня вышло. Я тут заклеила соски скотчем. Вот так даже неплохо. Ко мне еще приехала тут собака. А с ней еще кто-то. Тебе расчерстывается? Ну да, вроде. Сейчас что я хочу делать? Приготовить пельмени по рецепту с ТикТока. Вот горища пельменей. Ну вы поняли, да? Это сливочное масло, оно, походу, реально свойское, как-то сказать. Сейчас будем топить. Мне пришла Ева, я сделала ресницы. Колготки? Нет. А я думала, это из-за рекламы. Да, это реклама. Вот тут уже помешались немножко пельмешки мои. Они тут готовятся, ой, господи, уже достаточно долго, но я их попробовала, и они вообще не переварены. Слушай, сейчас третий сыр. Все, сейчас будем добавлять сыр сюда. Отсталыш, просто ничего нельзя допить. Либо я сделала что-то не так, либо рецепт реально говно, потому что получилось не очень. Кирилл еще посмотрел в интернете. Что ты, Кирилл, ты можешь описать это? Это холодная заварка. Холодная заварка чая. Он сказал, что так будет вкуснее, да? Да. Ты не понимаешь, это айстия. Нужно именно лед было положить. Ну, посмотрим, что будет. Я еще спросила, как он будет это вынимать, потому что у нас нету штучки, через которые все просеялись. Через марлю или будет? Ну, у нас нет марли. Через носок. В общем, сварился этот чай. Кирилл сказал, что нужно было осесть этим штучком, да? Он до сих пор холодный, сейчас я попробую. Знаете, такой же чай, такой же компотик. Вообще не такой же чай. Это, короче, чай вот обычный. Вот этот вот из пакетика. То есть он не рассыпчатый был. Кирилл точно такой же, если охладить, вообще точно-точно получается. Вообще нет. Говно из говна. Очень вкусно. Ну, так, вчера помыла голову, сегодня воскресенье. Кстати, волосы очень мягкие. Сейчас покажу, чем я... Почему они такие мягкие? Шить. Вот такая вот кератиновая маска, как вы видите, у меня уже почти не осталась. Но она очень быстро расходовалась у меня. Пахнут волосы, конечно, какой-то, я не знаю, вот этим вот волосы пахнут. Но на ощупь мягкие. Так вот, я проснулась в 2 часа дня, то есть только что. Мне что-то очень приятно, потому что у меня сикором немножко побаливает. Это, наверное, из-за него, блин. Нет, не из-за того, что я не омлёт. Смываюсь. Если что, то каждый день я пользуюсь. Я пользуюсь этой пенкой. Я пользуюсь вот этим. И я пользуюсь вот этим. Эффект. Заметили, он прямо на моей коже? Возможно. Ощущаю ли я этот эффект на своей коже? Да, ощущаю. Мне кажется, что моя кожа стала лучше. Если что, это чёрненькая. Я не умею нормально смывать тушь. Поэтому так. Я заказала себе то, что недавно у меня пропало. Яйца. Надеюсь, я их с кем, правда. Сейчас сделаю себе яичницу. Заказала ещё помидоры. Надеюсь, они сладкие. Я не знаю. Я заказывала помидоры черри постоянно. Они были слишком сладкие. Поэтому перешла на обычные. Авокадо. Суп очень вкусный. Самокадо стоит всего лишь 130 рублей. А наедаешься прям нормально. И черешню из Узбекистана. Ну вот. Смотрите, какой завтрак у меня получается в 5 вечера. Вот так. Давайте перед тем, как я буду убираться и гладить, я кое-что сделаю своими волосами. Я не вернусь в антейку. Ну, кстати, они вообще не так сложно расчесываются. Потому что я их вообще не расчесывала. Я взяла из них хвостик. И благодаря той маске, которую, кстати, Ева у себя во влоге сказала, что она ужасная, они расчесываются легко. Сейчас я разделяю на две части свои волосы. И хочу посмотреть, что будет, если заплести рыбьи косички и посмотреть, какие кудряшки от них останутся. То есть не обычные, а рыбьи. Я надеюсь, я не одна их так называю. Это что мы делаем? Разделяем на две части вот так. И заплетаю. Я буду заплетать внутрь. Вот отсюда беру прядочку. Отсюда беру прядочку. Вообще, я сейчас отсюда беру прядочку. И отсюда беру прядочку. И так вот заплетаются рыбьи косички. Мне не очень нравятся такие косички. Просто хочется смотреть, что получится. Какие кудряшки получатся. Большое у меня получилось. И вот эти шучки я наклеила, потому что мне волосы мешают. Сейчас мне сейчас звонит Кирилл. Знаете, что он мне говорит? Он говорит, сейчас я еще в машину зайду. Я говорю, хорошо. А что ты мне это говоришь? Он говорит, ну, чтобы ты не подумала, что я слишком долго пошел стричься. Я говорю, ага, понятно. Я не понимаю, как у нас возникали такие ситуации. Я спрашивала, почему он так долго. Я никогда не спрашивала, почему он так долго. А сейчас почему-то сказал. Вон, его подстригли под этот. Под тройку. Под нолик, блядь. Сегодня уже понедельник. Я тут еще прыщ, потому что я его выделила. Ну, ладно, неважно. Сейчас будем смотреть, какие кудряшки получились у меня от этих косичек. Ну, кстати, да. Мне кажется, плата за электричество у меня будет неимоверной. Ну, ладно, это того стоит. Все, мы едем с Ксюшей в торговые центры. А, мы все уходим, а тут дождище. Я куплю на футболку в Хейксбоксе. Сейчас еще в стритбите. Смотрите, тут мейнкри. Сейчас сюда шли вот такой вот пекарный. Не пекарный, что это такое? Купили вот такой руленговый рулет. Руленговый рулет. Вот это, вот это и медовик. И воду. Все нам обошлось. Вот, две двести, что ли. Нихуя себе. Вот так вот все нам уложили. А вот сам пакетик вот так вот. У руленгового ему нет. У меня настолько плохое зрение, что оттуда мне показалось, что это пума нарисована. Едем домой. Попробую хоть немножко. Блин, я хочу это есть, у меня нет вилок. У меня есть вилок. Есть! Ура! Саус маки. Саус маки замазан. Блядь, кто-то сидел целую ночь замазал. Сейчас пробую меренговый рулет. Господи, он даже мягче, чем вкус Вилли. А тебя за музыку не проводят. Вкусно, да? Бам. Ебать, он мягкий. Какой он мягкий. Это просто... Что ж такие большие? Да, он такой мягкий. Вкусно? Это превосходно. Стоит свой денег? Абсолютно. Я хоть не люблю медовик? Я люблю, я все тортики беру. Вау! Какой он вкусный! Очень интересно, что это что-то такое. У меня с лимоном каким-то тут... Ну, не очень сделано, отделяется. Поняли, да? Вкусный, но меренговый рулет вкуснее. Я, наверное, сам не вкусный выбрал вот этот. На что хочу сказать, вот этот он с кислиночкой какой-то. Да, попробуй, пожалуйста, мне очень интересно. Ну, он маленький очень кусок. В Депо есть тортики, которые побольше блинные. И стоят столько. Депо лучше? Понравится? Нормально. Никак медовик. В Депо в три раза больше, чем этот торт. Там они огромные. Ну, он такой не сладенький, но как будто со сметаной. Ладно, оказалось, что меренговый рулет и медовик там самое вкусное. Мне сейчас нужно было приехать на одну почту. Что делаем? Мне сейчас нужно было приехать на почту, забрать вещь на рекламу. Но оказалось, что мы заказали на ту почту. Я приехала на ту почту, но знаете, что она оказалась закрыта. Потом, поесть ничего нет. Ну, немножко. Ах, ты что сделал? Ты рожилка сотрала из Макдонбасса. Тут еще у Ктюш лежат такие конфеты. Сказала, что они очень вкусные. Очень вкусные. Много какие-то. Я их пробовала. Где ты их купила? Тут карамель вот эта вот сверху посыпанная. Я их купила в Дикси. А это сам шоколад молочный. Внутри маршмелка. Как будто она растопленная. Да, реально. Вот она горячая. Ну, типа растопленная. Но она не твердая, но она и не горячая. Очень вкусная. Да, реально вкусная. Нежная очень. Показываю то, что приобрела в Кикбоксе. Это вот такой вот комбинезончик. Давно его хотела. Он как раз был по скидочке. Вот такой вот очень приятный. По достаточно приятной цене. Сколько? 9500 он, короче, стоил. А так я его видела за 13 минимум. И то это тоже он был по скидке. И вот такая футболка. Вот такая вот обычная черная футболка. Вот она, кстати, стоила... 1600. Достаточно плотная и приятная. Я еще хочу сейчас Ксюше постримить попозже. А она мне принесла вот такое вот блюдо изысканное. Сейчас буду есть. Такой шикарный бутерброд получился. Жалко, что сыра нет. Это моё. Всем спасибо за просмотр. Как вы могли заметить, там не 7 дней во влоге было, а как-то побольше. 10, что ли, не знаю. Вот. Если хотите, чтобы влоги всегда были такими большими, то ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Всех люблю. Всем до встречи.